Сегодня у нас есть привилегия рассматривать отрывок Торы из книги Бемидбар или числа, кто может быть не знает иврит Пинхас, называется Пинхас Это числа, или Бемидбар, 25-й, 10-й стих и до начала 30-й главы И хотя в нем описаны различные события жизни израильского народа в их хождении по пустыне Сегодня я не буду их перечислять, а буду говорить о Пинхасе Тем более это интересный человек, потому что Бог заключил с сыном священника Элиазара Пинхасом или Пинхасом если вы помните, да? Пинхасом вечный завет мира и священства за его ревность к Богу Ведь не с каждым человеком Бог заключает отдельный такой, можно сказать, завет Ну и тем более, что Пинхас, будучи сыном Элиазара, он не должен был быть священником Как ни странно это может быть звучит, потому что только дети Элиазара после его помазания могли быть священниками А он просто был бы сыном Элиазара Но тем не менее он стал священником И мудрецы говорят, что первосвященники, они были, ну дальнейшие первосвященники в Израиле, они были из его рода Были его потомками Итак, почему Бог сделал исключение для Пинхаса? Давайте читать, вот как раз сегодня, с самого начала, то есть числа с 10 стиха по 13 И сказал Господь Моше, говоря Пинхас, Финеяс, сын Элиазара, сына Аарона, священника Отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их Ну, то есть, как-то правильно поступил Он возревновал и каким-то образом он правильно поступил И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира И будет он ему и потомство его по нем заветом священства вечного За то, что он показал ревность по Боге своем И заступился за сынов Израилевых Ну, дело в том, что после событий, связанных с Валаамом Помните, в прошлую субботу об этом говорили Когда он неудачно попытался проклясть Израиль А в результате благословил его Тем не менее, его совету миниатяне последовали Потому что он за деньги, короче, говорит Посылайте своих дочерей к сынам Израилевым И склоняйте их к поклонению вашим богам Так они и сделали Посылали своих дочерей И они начали склонять их к богам Моавицким Для того, чтобы бог гнев Ну, Валаам это понимал Разделить Потому что грехи разделяют бога Израилева Со своим народом Для того, чтобы их разделить И написано, что народ начал блудодейство С дочерями медиамитян Ел жертвы их, кланялся их богам И прилепился Израиль к Ваалфи Гору Очень быстро, когда так получилось А начальники израильские, судя по всему Не воспротивились этому духовному Физическому блудодейству Поэтому Господь начал поражение израильтян И дал указание Маше Повесить этих начальников перед всем народом Так, просто взять и повесить Да, как-то так Круто, да? Сильно Дело дошло до того, что пока Ну, видимо, Маше как бы И вообще начальники не сильно выполняли это И дело дошло до того, что пока народ плакал у скини Ну, видимо, глядя на умирающих своих сородичей Потому что погибло в это время Погибло порядка 24 тысяч Один из начальников колена Семенова Привел свой шатер медиамитянскую принцессу Они плакали, да? Вот, начальникам не повесили И вот один из этих начальников привел принцессу И пошел с ней в шатер И только один пинхас Взял свое копье, вошел в шатер И убил обоих одним ударом И это прекратило поражение израильтян Вот И в основном это было как раз именно из колена Семенова погибли Потом было переписи Ну, видно было, что у Семена значительно И колена Семенова, оно значительно уменьшилось И я вижу в этих событиях, происшедших 3,5 тысячи лет назад Два самых важных урока Ну, здесь можно вообще проповедь говорить на эту тему Ну, я как бы сегодня у нас коротко мы должны говорить, правильно? Поэтому я выделяю два таких момента Первое В этом событии Бог раскрывает себя, как Бог-ревнитель Ну, Он себя неоднократно называл Богом-ревнителем Ну, я думаю, не надо раскрывать это Бог, Он как личность, которая ревнует по своему имени По своей святости И Ему не нравится, когда Его народ поклоняется иным богам Это было сказано в Десятисловии Вот, это сказано также, исход 34,14, наверное, сейчас вам покажут Ибо ты не должен, ну, имея в виду Бог, Он говорит народу Значит, именно Бог, это Его слова от первого лица Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Потому что имя Ему – Ревнитель Он Бог – Ревнитель Это Его имя – Ревнитель Так же, как и Спаситель, Его имя – Ревнитель И не только Ревнитель, смотрите дальше, Наум 1,2 Господь, Бог есть Ревнитель и Мститель Если Он ревнует, то уже мало не покажется Как мы видим в этой ситуации И страшен в гневе, страшен в гневе Мстит Господь врагам своим и не щадит противников своих Ну, в современном крестьянстве такие имена – Ревнитель, Мститель Они как бы не очень популярны Людям больше нравится Бог есть любовь Ну, это Его имя, все правильно, мне тоже очень нравится Он спаситель, да? Он скорый помощник в бедах, Он утешитель Да, это Его имена Друзья, но сегодня мы говорим и о других Мы не должны их забывать Сегодня Бог нам напоминает через Тору о своей природе Понимаете? Я поэтому увидел это Я как бы с вами делюсь этим Потому что Бог, прежде всего, святой Бог Друзья, первое качество, о котором мы должны говорить Говоря о Его любви, что это святая любовь Что это ревность, это святая ревность Она святая, понимаете? Поэтому, когда Исаия, он увидел Бога Он увидел, что все ангелы не кричали Свят, свят, свят Господь И природа святости, она вызывает ревность Понимаете? Поэтому он ревнует, его ярость Она горит, когда он видит, что его дети, его народ Поклоняются другим богам Поэтому он сказал, бесхребетных начальников повесить Вот эти 24 тысячи он уничтожил Медемитян, он сказал, то же самое Уничтожить, их вырезали у последствий Понимаете? Да, вот Господь и так может поступать И возможно, кто-то удивится Но ревность по Дому Божьему Также она свойственна в природе нашего мессии Ешо Евреям 1.9, это Ешо Ты, то есть Ешо, возлюбил правду и возненавидел беззаконие Посему? То есть поэтому вследствие этого помазал тебя Господь Боже, Бог твой, елеем радости, боли соучастников твоих Эти слова, наверное, может быть Для кого-то станут необычными А может для кого-то и шоком Но Ешо, он может ненавидеть Он ненавидит беззаконие И я думаю, что он не просто сидел бы там И плакал бы вместе с Вот этими начальниками Он, наверное, поступил бы Как Пинхас, вернее так Пинхас, он поступил, как поступил бы Ешо Как поступил Бог И вот смотрите, что говорит Писание о природе О природе нашего Ешо Это откровение 19 глава С 13 стиха Он, Ешо, был облечен в одежду, обогренную кровью Имя ему, Слово Божие И воинства небесные следовали за ним на конях белых Облеченный в весон чистый Белый и чистый Из уст же его исходил острый меч Дабы поражать народы, друзья Он топчет тачила вина ярости и гнева Бога Вседержителя На одежде на бедре его написано Имя царь царей и Господь господствующий Поэтому второй вывод, который бы я тоже сделал бы Наш Ешо, Мессия, он тоже есть Бог И он имеет те же самые чувства И он ревнитель И он может быть и мстителем Друзья, мы тоже должны об этом помнить Он не маленький мальчик, сидящий на руках Девы Марии Как-то некоторые до сих пор его изображают Он кто? Он лев из колена Иудина Давайте воздадим ему славу Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие Поэтому в ходе своего второго пришествия Искоренит его с земли Ну, а Пинхас, ну раз мы о нем говорим Ну, мне могут сказать, а что ты так мало о Пинхасе? Так я, в принципе, о нем и говорил Потому что он очень похож на Ешо Он очень похож на Бога Это Богу очень понравилось Поэтому он заключил с ними Ну, отдельный завет мира Там я посмотрел, что такое завет мира Ну, все по-разному говорят Но я понял, что очень хорошее что-то Когда Бог заключает с тобой завет мира Это очень хорошо Поэтому доблосовит нас Господь тоже в нашей ревности Нам не надо сейчас с копьями бегать друг за другом Вот, но вообще-то хранить святость, да Свою личную, помогать друг другу Говорить друг другу истину, да Это наше обязанность Аминь Давайте воздадим Богу славу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok